Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотела сразу поблагодарить оргкомитет и лично Ирина Александровна за приглашение выступить с докладом. Первые слайды будут касаться некоторого повторения того, что нам уже здесь сказали. Среди многочисленных методов терапии рака в последние годы, по мнению журнала Science, на первое место по публикативной активности и по изучаемости выходит иммунотерапия рака. Среди топовых публикаций это, конечно, таргетные препараты, но есть и место для адаптивной иммунотерапии внутри этих исследований. Актуальность исследований и лечения рака, конечно, не вызывает сомнения. Ищутся различные подходы к терапии, снижение побочных эффектов от химиотерапии, возможной другой терапии. Но с точки зрения иммунотерапии никаких стандартов пока нет. Тем более к клеточной адаптивной иммунотерапии мы только на стадии экспериментов, и во всем мире такие эксперименты ведутся. Их число не уменьшается, хотя эффективность у кого больше, у кого меньше, но исследования продолжаются. Нет единого мнения о том, какой вид иммунотерапии, при каких видах онкологических заболеваний следует применять и когда следует применять протоколы, тоже на стадии разработки. Тут я несколько повторю то, что уже говорили. Среди видов адаптивной иммунотерапии есть и клеточная терапия, и дендридно-клеточные вакцины. Терапия опухоли инфильтрирующими лимфоцитами, которые также активируются инвитро. Но для этого вида терапии необходим послеоперационный опухолевый материал. Также в последнее время много публикаций по химерным и по трансгенным клеткам, которые модифицируются с помощью векторов, которые тоже активно изучаются. Но мы занимаемся противоопухолевой адаптивной иммунотерапией, которая основана на цитотоксических лимфоцитах. Это НК-клетки, Т-лимфоциты, которые активируются инвитро. И изучаем влияние такой терапии на различные онкологические заболевания. Вот здесь я представила краткую такую схему, как проводятся данные вид терапии у нас в медицинском и радиологическом научном центре в Обнинске. Производится забор периферической крови. Так как у онкологических больных после химиотерапии часто наблюдается лимфопения, и мы ограничены в количестве в большом крови, это 20-30 мл периферической крови. Ну и, соответственно, выделяется по стандартной методике на градиенте плотности лимфоциты, сколько получится. Они активируются в присутствии нескольких цитокинов. Интерликина 2-го, интерликина 15-го. Здесь нами проводилось длительное изучение, чтобы сократить побочные эффекты от интерликинов и увеличить период культивирования лимфоцитов. Обычно это большие дозы интерликинов и несколько дней культивирования. Мы разработали метод путем комбинации данных цитокинов. В течение 14 дней мы можем культивировать лимфоциты периферической крови. Дальше лимфоциты характеризуются и вводятся в несколько точек паравертебрально, внутрикожно, несистемно, не в кровоток. Я потом расскажу особенности пациенту. На стадии изучения, что мы видели? Среди различных доз интерликина 2-го от 50 мкг в мл до 500 мкг мы изучали, выбрали концентрацию 250 мкг в мл. Мы видим на этом графике увеличение пролиферативной активности по сравнению с клетками, которые культивировались без интерликина 2-го. Здесь представлен фенотип лимфоцитов периферической крови. Звездочками отвечены достоверные увеличения экспрессии маркеров. Мы видим, что в основном это активируются цитотоксические Т-лимфоциты, НК-клетки, активированные Т-НК-клетки. Ну и юные формы также увеличиваются. Видим, что регуляторные Т-клетки достоверно не отличаются. Количество регуляторных Т-клеток, что говорит о том, что данная концентрация на них не влияет. При добавлении интерликина 15-го мы видим еще большее увеличение количественного содержания НК-клеток, активированных НК-клеток, просто активированных лимфоцитов и активированных Т-клеток. Вот с звездочками тоже достоверное отличие по сравнению со стопроцентным содержанием неактивированных лимфоцитов. Изучая цитотоксическую активность, функциональные особенности цитокиноиндуцированных киллеров разные дни после активации, мы выявили такую закономерность, что лимфоциты начинают активироваться уже практически с первых часов после добавления цитокинов. Максимум приходится на второй, третий, четвертый день, и на седьмой день уже практически цитотоксическая активность не меняется. На этой картинке представлены клетки К562, окрашенные зеленым, это живые клетки. После смешивания с активированными цитокиноиндуцированными киллерами мы видим, что они все стали мертвыми, окрасились этидием практически в 100% случаев. Для проведения адаптивной иммунотерапии мы подбирали больных из двух разных групп. Первая группа – это больные меланомы, это в основном, конечно, диссеминированная меланома. И вторая группа – это больные с излокачественными образованиями из желудочно-кишечного тракта. 21 человек, меланома – 51 человек. Что мы можем сказать? В основном, конечно, были больные третьей и четвертой стадии в этих двух группах. И более 80% метастазов наблюдалось у больных из группы меланомы, более 70% у больных с опухолями ЖКТ. Здесь представлено количество курсов иммунотерапии, которые мы провели, и время наблюдения чуть более двух лет. Здесь представлена местная реакция на введение активированных лимфоцитов. Чем нам нравится этот способ введения? Во-первых, кожа, как большой орган иммунной защиты, выполняет ряд иммунологических функций. При введении лимфоцитов у некоторых пациентов мы сразу можем видеть местную реакцию в виде гиперчувствительности замедленного типа, которая коррелировала с ответом на эффективность или неэффективность терапии. Мы клетки ввели по размеру гиперемии. Видно, будет этот пациент реагировать на данный вид иммунотерапии или нет. Это очень удобно. И провели корреляцию с наличием гиперчувствительности замедленного типа и эффективностью лечения. Вот данная больная, вот у нее задний шейный лимфоузел реактивный. Мы его пунктировали, смотрели. Юные формы лимфоцитов наши морфологи описывают. Причем этот лимфоузел у нее вылезал, как говорят, буквально на ягле. Во время введения он на глазах увеличивался. Это что говорит о том, что куда клетки пошли или не пошли. Или они запустили ряд каскадных реакций, которые дали вот такой эффект. Ну, плюс еще в некоторых случаях наблюдался гриппоподобный синдром у некоторых пациентов. Ну и субфибрильная температура. У данного пациента мы видим участки пигментации. Вот это, наверное, раз, два, три. Четвертый раз введения – это две недели. Но эффект пигментации и до месяца сохранялся. Это говорит о длительности работы клеток в данных местах. И о длительности эффекта данного вида иммунотерапии. Изучая супопуляционный состав лимфоцитов у больных до лечения. И через месяц, два, три, четыре, шесть, через полгода, мониторируя супопуляционный состав и экспрессию маркеров активации, что мы видели, где идут основные изменения, в каких супопуляциях лимфоцитов. Это НКТ-клетки, СИ-активированные лимфоциты, активированные НК-клетки и СИД-95-активированные Т-лимфоциты. Это у больных с опухолями желудочно-кишечного тракта. Несколько другая картина у больных меланомой. Здесь еще активируется, не активируется, а увеличивается количество Б-клеток и экспрессия HLA-DR. У данных пациентов также увеличивается количество CD38 положительных клеток и Т-лимфоцитов активированных. Но данные изменения происходят не сразу, а через два-три месяца от начала иммунотерапии. Это говорит о том, что лечение должно быть длительное и, в общем-то, как я не люблю это слово, пожизненное. Что мы видим с уморальным иммунитетом, что-то происходит или нет? Это тоже возвращаясь к системному эффекту, в том числе и введение лимфоцитов. Практически мало что мы видим после одного курса здесь показано лимфоцитов. Несколько увеличилось количество интерлекина 10-го, но он, в общем-то, нам и не нужен, как иммуносупрессивный цитокин, вырабатываемый регуляторными Т-клетками. Но мы считаем, что это увеличение произошло именно за счет тех показателей, которые были у больных с прогрессированием. Они картину здесь несколько изменили. Вот у больных меланомой несколько снизилось количество интерферона альфа, что также характеризует системный эффект. Здесь я хотела привести несколько клинических случаев. Это больная, рак поджелудочной железы, неоперабельная опухоль. Вот она такая была большая, 71 на 50 на 56 миллиметров. И через три месяца после проведения иммунотерапии опухоль уменьшилась до 48 на 44 миллиметра. И метастазы в печени уменьшились с 3,5 сантиметров до 2 сантиметров в диаметре. Пациентка больная меланомой. Что мы видим? Мы видим уменьшение метастаза через 9 месяцев незначительно. И через год после начала иммунотерапии практически в два раза метастаз уменьшился. Это эта же пациентка. Через 9 месяцев метастаз произошла полная регрессия. Метастаз по данным УЗИ не виден. Это больной также меланомой. 42 лет. У СКТ органов грудной клетки метастаз в легких 8 миллиметров в диаметре. И через 3,5 месяца после адаптивной иммунотерапии отмечается уменьшение данного метастаза до 5,3 миллиметров. И исчезновение эффекта матового стекла по периферии. Что также характеризует частичный ответ на введение активированных лимфоцитов. Что еще интересно. Помимо мониторирования субпопуляционного состава и изменения экспрессии маркеров активации лимфоцитов, мы также изучали сывороточные молекулы. Стресс-индуцированные молекулы МИКЕЙ и УЛБП-1, которые являются легандами активирующего рецептора лимфоцитов НКГ-2Д. И что мы заметили, какую корреляцию. Не у всех больных. Здесь представлены такие типичные случаи. У больных с стабилизацией регрессии метастазов мы видим уменьшение показателей. У больных с прогрессированием увеличение. Это персонифицированный подход. И один, может быть, из предиктивных факторов исхода заболевания. Данные показатели менялись до того, как какими-то инструментальными методами мы видели уменьшение или увеличение первичного очага или метастазов. Таким образом, данный вид адаптивной иммунотерапии не вызывает побочных реакций, оказывает системный эффект, нормализует работу иммунной системы, стимулирует противоопухолевый иммунный ответ, способствует снижению токсичности химиотерапии. Я про это здесь не сказала, но это наблюдается нами. И клиницисты очень любят назначать ее как сопроводительную, потому что во время химиотерапии не наблюдается лимфопении или нейтропении, если мы сопровождаем иммунотерапии. Поэтому межкурсовые интервалы химиотерапии не увеличиваются, и лечение можно провести в срок. Ну и помогает достичь лучшего терапевтического эффекта, конечно, после комбинированного лечения или в сочетании, так как пациенты все были, как я показывала, третьей-четвертой стадии. Способ активации лимфоцитов запатентован, получили мы патенты. Способ лечения онкологических больных с цитотоксическими лимфоцитами тоже. Хочу сказать спасибо всей команде, но это не все, которые принимали участие в исследовании. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, это интересно, конечно, но я хочу вам сказать, что вопрос адаптивной иммунитетерапии с активацией, как вы думаете? Ну, лет 40 уже, это идет, это направление работы, поэтому все-таки надо говорить не о том, что вы впервые, как я говорю, у нас на Таширском шоссе сделали, а что эти работы ведутся давно. И с этой точки зрения меня, конечно, смущает ваших данных, и хотелось бы узнать, как вы объясняете? Ведь цитокинные активированные лимфоциты вводились обычно внутривенно, системно и так далее. Вы вводите подкожно. Ну да, там реакция – это нормально. Вы, если введете неактивированные лимфоциты, не сомневаюсь, что тоже будет реакция, и это тоже показано, да? Что любое введение чужеродного материала или своего, но тоже не в свое место, воспаление будет? Вот как вы себе можете объяснить, какая, в результате чего, что делают эти активированные вами лимфоциты, что у вас проявляется системная реакция? Какой механизм этого? Спасибо, Заря Григорьевна, за вопрос. Мы создаем, как бы, мне кто-то даже сделал такой вывод после моего доклада, маленькие фабрики, фабрики лимфоцитов подкожные. Лимфоциты сидят в небольшом количестве. Мы вводим от 10 миллионов до 100 миллионов, больше не вводим. И после того, как мы ввели все активированные лимфоциты, это происходит каждые три дня при пересадке клеток на протяжении 14 дней. Дальше мы продолжаем лечение супернатантами. Это среда, в которой росли эти лимфоциты. И эти супернатанты, мы периодически, ряд цитокинов мы тоже изучали, что в них содержится, очень много всего. Конечно, все, что есть, мы не изучали, а на что были наборы, мы посмотрели. Многократно увеличивается активность лимфоцитов. И они, инфактор некруза, опухоль, интерлейкин второй, интерлейкин четвертый, шестой интерферон гамма. Это мы смотрели. Увеличивается. Кстати, мы вводим непосредственно, да? Вот если вы берете, вот вы говорите, вы делаете маленькие дозы, вводите супернатанты. Ну, слава богу, здесь вот Андрей Семенович сидит, специалист. Если вы вообще эти цитокины внутривенно ведете, создаете много их, мало их, вы все равно не получаете, к сожалению, такого хорошего эффекта, как фантастический эффект от этих малых доз. Сейчас же большие работы идут по использованию активированных клеток. Ну, вы посмотрите в литературе, там по 200-300 миллионов вводят, чтобы получить какой-то эффект в внутривенной клинике. У вас получается от маленького такого введения. И если у вас нету какой-то, так сказать, нормальной интерпретации, механизма, то это, конечно, вызывает большие сомнения. Интерпретация механизма – это запуск каскадных реакций, которые в организме за счет того, что мы вводим сначала клетки, а потом мы длительно вводим цитокины. Это эффект… Ну, все эти какие-то каскадные реакции? Каскадные реакции? Выработка цитокинов, пролиферация, токсическая активность лимфоцитов, которые были в организме. Те лимфоциты, которые мы вводим, мы не подразумеваем, что они куда-то пойдут и что они вообще куда-то должны идти. Они должны запустить, нормализовать и модулировать иммунную систему, иммунный ответ у данных пациентов. Поэтому эта терапия длительная, и с нашей точки зрения она очень удобна, и удобна даже для амбулаторного звена. Они могут две недели у нас в центре лечиться, а дальше мы эти супернатанты, которых на три месяца хватает, можем им дать домой, они будут у себя в поликлинике вводить и продолжать лечение. Потом снова приезжать к нам и снова на следующий курс вводить. Мы постоянно мониторируем, но помимо общего анализа крови, естественно, супопуляционный состав и маркеры активации крови, они очень меняются. Вот те случаи, которые я вам представила, это случаи монотерапии, адаптивной нашей монотерапии, без химиотерапии. Поэтому, когда химиотерапевты спрашивают, а может это наш эффект, я говорю, ну после вашего эффекта они пришли к нам с прогрессированием, и вы ничего не могли сделать. А мы, ну, долго, да, не все, конечно, дожили 6-9 месяцев адаптивной монотерапии, но на кого действует этот вид терапии, те успешно, с хорошим качеством жизни, без побочных эффектов, долго живут и до сих пор ходят. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот введение супернатентов с точки зрения регуляторных документов, это как вообще разрешено? Длительное, тем более? Я с фармакологами консультировалась, они сказали, что такие дозы цитокинов, и то, что в них содержится, это нановещества, и они фармакокомитету как бы не подвластны. Да, очень низкие дозы. Это совершенно неправильно, консультироваться с какими-то фармакологами, есть только Минздрав и разрешение на введение человеку чего-либо в любых дозах. Если это не отрегулировано, то вас могут вот с этой трибуны взять в наручниках и увезти, понимаете, да? Да, протокол одобрен этическим комитетом нашего МРНЦ ЦИБА. Мы в рамках этического комитета. Ну, вы просто это имейте в виду, да, в дальнейшем, потому что, ну, это просто... Уже давно все ушли от этих супернатентов, все это запрещено. Вы же не хотите по решению этического комитета лечить больных дальше, да? Вам нужен клинический протокол. Если это не будет соответствовать регуляторным нормам, это все пустое, и никакие патенты не помогут. Ну, просто так, на всякий случай. Патенты не регулируют, да, никакие клинические исследования. Клинические исследования, вот в связи с выходом закона о биомедицинских клеточных продуктах, там про супернатанты ничего нет, про лимфоциты тоже. Мы тоже это обсуждали вопрос. Может быть, он как-то прояснится, так как лимфоциты дифференцированные клетки, а закон в основном направлен на стволовые, низкодифференцированные. Ну, супернатант же, наверное, с фитальной сывороткой, да? Нет, нет. С человеческим альбумином. Ауто или с альбумином? Нет, с альбумином человеком. Ауто сыворотка там есть? Нету, нету. Потому что она ингибирует, мы тоже проверяли ее. Хорошо, еще, пожалуйста, вопросы есть? Белков животного происхождения нет. Пожалуйста. Вы проводили эксперименты на животных, может быть? Нет, на животных мы не проводили эксперименты. Мы осуществляли забор крови у данных пациентов, наверное, через неделю. С интервалом в неделю на протяжении месяца. И изучали только супопуляционный состав маркера активации и цитокины, которые были представлены на экране, изменения. Но индивидуальные показатели меняются. В среднем по группе изменения очень маленькие. Мы так интерпретировали, это наша такая гипотеза. Может быть, каких-то дальнейших исследований, конечно, не хватает, чтобы проследить именно, какие участники этого каскадного процесса наиболее актуальны в данном исследовании, в данной передаче информации. Спасибо. Ну, то есть, фактически получается, что вы увидели некий эффект, а механизмы совершенно непонятны на данный момент. Конкретные взаимодействия молекул, каких-то с чем происходит? Это пока далеко. Вот Заря Григорьевна спрашивает, почему в десятки раз меньше лимфоцитов работают так же, как в международных протоколах, когда они вводятся внутривенно. Ну, вы видите результаты, вы показываете клинику убедительную, но механизм-то в чем? Механизмы модуляции иммунного ответа. Ну, это слова пустые, а как? Да, да, да. В принципе, да. Межклеточные взаимодействия какие-то на уровне организма мы пока не показали, только инвитро. Инвитро, да, работает на разных клеточных линиях. Ну, то есть, это как-то, видимо, планируется изучить, да? Да, да, это планируется, да, в рамках новых госзаданий и исследований. Потому что это очень интересно, да, именно расшифровать, что... Ещё есть вопросы? Нет, спасибо большое. Спасибо.